Всем доброго времени суток, дорогие коллеги! С вами Кононова Аня. И я вам сегодня сниму несколько вещей, которые я заказала себе, но, грубо говоря, половину отправлю на возврат, но кое-что себе, конечно же, оставлю. Итак, сначала я вам покажу, а потом уже померю. Первое, что бы мне вам хотелось показать, это вот такая вот бархатная вещица, такой блестящий бархат. У нее артикул 48, эту вещь я оставляю. Состав 95 полиэстер, 5 эластан, артикул 194, 87. Понравилось все, как сидит, на самом деле классно сидит, недостатки скрывает, да, то есть у меня... Так, минутку, минутку, минутку. Я тут взяла размер 48, оно мне прям как раз, как раз сидит по фигуре. И, если честно, я очень-очень довольна. Значит, низ штанов выполнен прямо. Вот, можно носить, как вы понимаете, и с туфлями, и с курточкой зимой, и всякое разное. Но это такой полухолодный материал, я не скажу, что от него тепло. Пояс тоже такой широкий, приятный. Тут идут петельки. Ну, петельки вот такие вязаные, нормальные, но в принципе хорошо. Да, вот такой вот пояс. Давайте покажу вам поближе. Этот материал очень так хорошо смотрится, и хотя он блестящий, он не увеличивает фигуру. Вообще, вообще, нисколько. Вот. А второй костюмчик, который бы мне вам хотелось показать, он уже фигуру увеличивает. И, если честно, очень даже сильно. И когда мы мерили с хорошей знакомой данную вещь вместе, то она сразу сказала нет-нет-нет. Вот. Тоже 48 размер. Артикул 194 856. Также состав 95 полиэстер 5 эластан. И еще вот, знаете, тут на том костюме как-то покрепче. А вот на этом костюме, если честно, вот эта вот пуговка, она пришита не совсем крепко. И вот эта вот пуговка, как-то вот, вы знаете, она уже начала отпадывать. Вот. Что мне еще очень сильно не понравилось. Вот. Поэтому я думаю, что вот... Ну, и знаете, как-то вот попу сильно увеличивает. Если это стройнит, то вот это, ну, реально как-то вот, я больше в нем стала, больше объемнее. Но я думаю, вы сами увидите на видео. Вот. Вот. И следующее-то платье, которое я оставляю, но муж против. Он не хочет, чтобы я такое носила. Он сказал, что оно меня старит. Но оно мне понравилось, как оно на мне сидит, именно со шпильками. Вот. Оно... Ну, просто шикарное. Смотрите, какое оно классное. Да, тут идет просвечивающий материал. Снизу такой обычный. Да, обычный материальчик. Пошито все хорошо, все качественно. Да, состав тут идет 65 полиэстер и 55 люрекс. Вот. Прокладка, подкладка 100% полиэстер. То есть, получается, что, в принципе, такое универсальное платьишко. Да, тут идет поясок. Он лежит ровно по талии, когда вы одеваете его. И тут вот все просвечивает, да. То есть, вот это вот загибается очень близко к середине шеи, да. Вот это вот идет. Поэтому, как бы, лифчик, да. Вот бретелька от бюстгальтера идет вот где-то в этом месте. Поэтому нужно что-то или кремовое, да, вот в этом месте идет. Или нужно что-то кремовое одевать из нижнего белья. Или уже под цвет платья. Но платье, оно просто великолепное, да. И вот эта ткань, она просто супер. Мне очень понравилось, да. Вот смотрите, какая красивая ткань. Вот эта вот она просвечивает, да. Пряжечки вот такие вот железные. Я думаю, что стирать его только замачивать. Все. Ну, пошив, конечно, платье очень качественный. Очень качественный. Мне, меня прям все устроило. Следующее платье, которое на меня прям еле-еле впритык налезло. Оно мне не давит, ни велико, ни мало. Ровно село по фигуре. Это вот такое вот платье от Валентина Юдашкина. Валентин Юдашкин, как всегда, на высоте. Честно вам скажу, что я очень довольна данным платьем данной коллекции. Буду носить его с удовольствием и на Новый год надену, и на форум Фаберлик надену. И вообще буду прям, и на фотосессию я в этом платье съезжу. И вообще, такое оно красивое. Оно просто, ой, ну, такое женственное, такое классное. Я его даже описать не могу. Смотрите, какая у него здоровенная юбка. Сейчас я отнесу подальше. Это все его юбка. И оно, по ходу юбка, она вообще на 180 градусов делается. Смотрите. Это все юбка. Это ткань шикарная такая, классная, полупросвечивающая. Вот. Подклад. Если я до него доберусь из-под юбки, да, подклад тут тоже, скорее всего, полиэстер. То есть, там такое маленькое платьишко под одевалочкой идет. Да, вот смотрите, там уже пояс начался вот внутри, да, идет. И там уже вот верх изделия. Вот. То есть, это платье просто шикарное. Оно называется платье без рукавов для женщины. Ну, как вы видите, такие вот нежные рукавчики тут пришиты. Они очень хорошо смотрятся. Они, как вам сказать, да, вот если с ручками что-то немножко не так от возраста или полный человек, еще что-то, то они скрывают вот эти вот. Немножко прикрывают, скрывают, да. То есть, смотрите, платье для женщин без рукавов. Артикл 195-462. Цвет розовый. Размер 48. Состав верх и подкладка, все стопроцентный полиэстер. Тут идут лямочки, бретельки, которые регулируются. Это декольте считается для меня лично низким, да. То есть, это нужно носить с бельем именно пуш-ап или такое балконет, да. Вот балконет, скорее всего, надо одевать. Иначе уголочки будут тут вот без галтера видны. Или просто вот немножечко повыше сделать, если у вас балконета нету, да. Вот, пояс отличнейший. Единственная сложность это была сзади. Да, была сзади. Вот тут вот, как обычно. Это, я не знаю, это уже вошло в традицию. Очень сложно застегнуть. Вот на этом вот месте. Вот именно в этом месте, когда вы его одеваете. Так вроде бы нормально, да. Оно одевается, снимается. Все хорошо. Но если вы будете это делать на себе, оно, когда распределится по изгибам тела, то вы почувствуете вот тут вот сложность застегнуть. И меня, на самом деле, муж долго вот в этом месте застегивала самостоятельно. Я вообще не смогла. Тут спинка полностью закрытая, да, сзади. Все хорошо, все здорово. Пояс тут не прилагается, но он тут и не нужен. И вот такая вот шикарная юбочка. Ну, просто обворожительная вещь. С удовольствием вам померяю, продемонстрирую. И я думаю, что вам понравится. Следующая вещица, которая, вы знаете, этот пиджак, в первую очередь, что я в нем отметила, это то, что он меня стройнит. Он стройнит меня так хорошо. Он скрывает все недостатки и выделяет все достоинства. И он так и приталивает здорово, и все. И вообще, мне он очень понравился. Очень. Вот этот пиджачок, ну, просто супер. Да, у него идут, как вы видите, бархатные кармашки, да, и бархатный воротничок. Вот. Далее, значит, так, кармашки я не пос... Да, кармашки-обмашки, я так понимаю, да. Нет, такое чувство, что там они есть, но просто зашиты. Или их там нету, непонятно. Надо, девчонки, разбираться. Но тут как будто бы кармашек есть немножечко. Как будто бы он там внутри вшит. Вот, а нет, да, вот, начало. Вот, вот он есть, кармашек. Прошу прощения. Да, то есть, все хорошо. Вот он до сюда глубиной, карман. Вот так идет. Все хорошо. Это эмблемка тут. Это кармашек-обмашек уже точно. Это эмблемка. Тут вставлены такие вот пластмассовые кристаллики. Логотипчик, да. И идет Юдашкин Фаберлик. Логотип совместный. Кстати, вот сам логотип мне очень понравился. Да, вот на туфлях, я думаю, его будет лучше видно. Да, вот этот логотипчик Юдашкин Фаберлик. Очень красивый логотип. Такой, что... И тут идут две пуговки с запасом, да. Очень хорошо. У меня уже, когда заказываю одежду Фаберлик, у меня уже есть целая баночка. Вот с такими вот пакетиками, с такими вот пуговками. От детской одежды, от мужской и так далее. Да, то есть, это жакет для женщины. Артикул 195-57. Цвет ярко-синий, размер 48. И состав 58 полиэстер, 38 вискоза, 4 эластан, подкладка 100% полиэстер. Да, такая вот классная вещица. Сзади он смотрится просто. И тут есть такой вот разрез. Ну, просто классно смотрится. Я в восторге от него. А когда я его одену, вы, наверное, сами удивитесь. Мне оно очень понравилось. Ну и дальше, что бы мне вам хотелось показать. Это такой вот склад у меня одежды накопился. Честно скажу, тут два заказа. Вот. Первая это мягкая, хорошенькая, повседневная такая вот. Такой вот свитерок. Были некие затруднения. Вот тут вот его одеть. Да, то есть, я заказала свитер 46 размера. Да, вот смотрите, 46. 90% хлопок, 10% кашемир. Все хорошо. Он мягкий, классный. Да, но смотрите. Тут была ошибка. И мне пришел 44. Ну, я не скажу, что он мне мал. Он мне нормально. Но все-таки хотелось бы получить 46. Возвращать я его не стала из-за того, что дочка попросила меня взять его себе. Поэтому вы его в ближайшем времени увидите на дочери. Мерить вот этот свитер я точно не буду, потому что я его еле натянула. И честно скажу, если мне его носить, то это мне надо его сначала одевать, а потом наносить тональный крем на лицо поверху, потому что все лицо аж прямо царапает. Тут вот очень мало мне места вот именно в этом. Не знаю, может у меня голова большая, да. То есть, ну я сразу, достав из упаковки, поняла, что он маленький. Он не сильно плотный, но тут есть, смотрите, такой вот начосик. И если честно, он при натяжке практически не просвечивает, что очень классно. И, ну, такая зимняя версия облегченного свитера. Я бы так его описала. Далее, понравились мне вот такие вот штаны. С удовольствием буду их носить. Они на мне немножко свободны, но я думаю, что они все равно должны же подрастянуться. Тут идут кармашки-обмашки. Это делает как-то вот визуально стройнее, потому что, видите, по обоим сторонам идут замочки. Да, я еще тут не освободила. Давайте посмотрим, какой он. Неа. Ну, я долго отковыриваю это все дело. Значит, размер идет 48. Тоже запасная пуговка. А это просто от Фаберлик. Да, то есть, это и не Рогов, и не Дашкин. Это просто от Фаберлик. А одежду чисто от Фаберлик я почему-то очень люблю. И большинство одежды мне всегда подходит. Это брюки для женщины. Артикул 194 756. Цвет графитовый. Размер 48. 95% полиэстер. 5% эластан. Честно скажу, они на мне что-то типа как леггинсы. Да. Потому что штаны довольно-таки плотные. Они не просвечивают. Да, то есть, ну, как бы, в принципе, все здорово. Под них можно и колготки надеть. И так просто их носить. И со шпилькой, и с кроссовками. Удобный такой толстый поясочек. Нареканий никаких нет. Все застегнулось здорово. Кстати, тут идет застежечка, которая не увеличивает объем живота. Да, сами знаете, там закрепки, пуговицы делают живот еще объемнее. Тут же она, вот, как бы, плоская застежка получается. И это здорово. Вот такие вот штаны. Понравились, понравились очень. Вот. Далее. Пиджак. Пиджак очень даже симпатичный. Не подошел, не сошелся в груди. Но, чтобы он сходился в груди, в принципе, и не надо. Ткань очень такая интересная. Сейчас скажу, что это за ткань. Да, то есть, ткань идет полиэстер. 9 эластан, 15 люрекс. Размер 46, мультицвет. Я думаю, что 48 был бы мне велик в талии. Потому, что этот в талии мне идеально сел. Вот. Артикул 194, 701. Тоже, как вы видите, пуговка идет в комплекте запасная. Вот. И такой вот он изнутри блестящий, симпатичный. Да, видите? Вот. И он мне плотный. Это просто, вот знаете, стильное украшение. И очень, в принципе, хорошо смотрится. И рукав такой вот. Кстати, я таки очень не люблю. Но мне он понравился. Мне он понравился. Буду носить с удовольствием. Сидеть на мне хорошо данный рукавчик. Вот. Карманы, карманы. Карманов, по-моему, нет. Ну, такая простая вещица. Классная, стильная. Можно... Я считаю, что его можно надеть на любую маечку. И уже будет хорошо смотреться. Далее. Вот такая вот моделька. Это у нас идет тоже водолазка. Отроговая. Вот. Размер 46. Артикул 194, 934. Она идет розовый меланж. 90 хлопок, 10 кашемир. И тут, опять-таки, тоже размер 46. И с этим делом все хорошо. Вот. Все здорово. Все классно. Поэтому с удовольствием буду носить. Я ее уже померила. И вам покажу, как она на мне смотрится. Точно-точно такая же, как серая. Только теперь размер правильно пришел. Далее. Вот еще не знаю, что. Но точно буду оставлять. Вещь мне понравилась. Не знаю, с чем я ее буду носить. Но вот с этими серыми штанами точно. Что надевать под нее еще не решила. Футболка, мне кажется, будет не так хорошо. Вот. Это трикотажный кардиган для женщины. Цвет бирюзовый. Размер 46. 100% полиэстер. Артикл 194-665. Он нежный, ласковый, пушистый, хорошенький. То есть вот никаких нареканий к нему нет. Но вот я почему-то как-то не знаю. Мне кажется, что это уже для более зрелого возраста. Или я такая именительная. Не знаю. Вот. Я вам покажу. А вы эту кофту. Я вам покажу ее. А вы мне в комментариях потом напишите. Вот. Не знаю. Но свекровь у меня тоже, в принципе, на эту кофту глаз положила. И я считаю, что если не мне, так ей. Да. Поэтому вещь 100% оставлю. Потому что такой зеленый, свеженький цвет. Но не яркий. И так-то, в принципе, классно. Мне нравится. Вот. Далее. Самое смешное. Да. То есть это из этой же серии, что на мне платье. Да. Это легкий трикотажный джемпер с высоким воротом для женщины. Цвет молочный. Размер 46. 95. Полистер. 5. Телостан. Артикул 194. 737. Я не смогла его надеть никак. Он мне не проделся в голову. Я долго старалась. У меня ничего не получилось. Да. Вот такая вот красота. Покажу дочке. Дочке еще не показала. Да. То есть, смотрите, у него есть такая особенность. Он ничем не подшит. Что платье, видите, ничем не подшито. Да. Что это? Ничем не подшито. Но это такая ткань, которая не сыплется, не распускается. То есть, все с ней в порядке. Вот. Далее, значит, вот этот вот воротничок, в принципе, он смотрится нормально, хорошо. Как вам даже сказать? Вот я мерила на дочку, на младшую, посмотреть. Да. То есть, ей и то в голове туго было. Вот. Там я высмотрела воротник. Вот. А себе я как бы не смогла надеть на голову. Ну, вот смех и грех, да. То есть, еле-еле продела. Вот. Такое чувство, что я головасик. У меня еще никогда такого не было с компанией Фоберлик, чтобы вещь не наледла. Через голову, да. Вот это платье оказалось мне великое, великое очень сильно, но я его вам померяю, покажу. Хорошенькое платье, отличнейшее платье. Нареканий к нему никаких нет. Вот. Фасон хороший, сшито все здорово. Но вот что-то у нас с этим платьем не сложилось. Очень интересный бегуночек. Смотрите, какой бегуночек. Это молния на спине. В талии идет такая вот что-то типа резиночки, которая чуть-чуть слегка немножко тянется. Спереди ее практически не видно. Тут такие вот по две штучки в тачке, да. Вот видите, такие вот по одной даже, да. Нет, по две. И вот тут вот тоже их две. Такие вот на талии, да, около живота. Вот так вот. И сзади уже идет вот эта вот резиночка. Мне оно в каталоге очень понравилось. Я его взяла, рука в три четверти, такой, какой я люблю. Но вот не сложилась у нас судьба. Да, и смотрите, как красиво. И мне кажется, что это и не ярко, и не броско, и не просто, да. То есть и вот здорово и классно. Но вот увидите, как оно на мне сидит. Вот, далее, значит, это точно-точно такие же штаны, какие я вам показывала, только на Катерину. Катерина померяет. Я думаю, что мы сегодня с ней будем все это мерить. Поэтому не буду останавливаться. И вот такие вот маечки под одевалочки. Я заказала белую, заказала розовую и заказала черную. Вот, вы знаете, розовая сразу на возврат, потому что они все просвечивают. Это, ну, вообще, даже можно на нижнем белье, которое надето под эту майку, разглядеть легко рисунок. Мне такие под одевалки не нужны. Да, то есть белая смотрится хорошо, классно. С белым нижним бельем, которое ровно ей идет, да, то есть без всяких узоров, рисунков, она смотрится здорово. По фигуру она как будто бы стройнит, эта маечка, да, то есть она такая простенькая, классная. Все три маечки 46 размера идут. Вот, но розовую мне просто, ну, не с чем одевать, не с чем носить. Я ее хотела носить самостоятельно, но даже дома в такой не походишь. Вдруг кто-то придет в гости, все просвечивает, все видно. Поэтому я оставлю вот беленькую. Она мне очень понравилась, да, артикул у нее 194, 98. Вот, розовую, я отправлю на возврат артикул 194, 907, хотя очень приятный такой цвет. И майку для женщины с артикулом 194, 916 я тоже оставлю. Вот, с черным нижним бельем, я думаю, будет нормально ее носить. Ну, вот вы знаете, ну, просто, что-то я не пойму, что мне и носить с коллекцией, да, особенно коллекция Рогова, как-то вот у нас мы с ней не подружились. Далее туфли. Отлично, замечательные такие туфли, но, к сожалению, они мне велики. Оказались велики. Велики очень сильно. Я вам сейчас одену одну и другую, и вы это дело все сами увидите. Ну, то есть, вот, смотрите, они уже видно, да, что они не велики. Вот. И не получится у меня их носить. Просто выпадает нога. Просто выпадает нога. Ну, вот, вы знаете, у меня работает нянечка у Вики, Любовь Георгиевна, ей они подошли просто идеально. А мне вот, как вы видите, ну, вообще спадают только в путь. Но они очень красиво смотрятся, очень хорошо. Я их хотела носить вот с этим вот пиджачком. Но не сложилось. Не знаю, пробовать ли, заказывать ли мне 37 размер, потому что, может быть, они мне опять-таки будут узки. До этого в компании Фаберлик мне очень шел именно 38 размер. Я не знаю, что случилось и почему так сильно они мне велики. Попробую заказать 37, если они будут. Вот. Померю прямо на АП. Если что, сразу же отправлю обратно. Ну, туфли просто идеальные, просто классные, они удобные, колодка удобная, все хорошо, но нет, очень сильно велики. А при ходьбе на них, ну, просто нога спадает. Туфля, да, смотрите, какие они. Да, они и не броские, но и не простенькие. И вы уже будете в них смотреться оригинально. Шпилечка, но невысокая. И ноге будет в них комфортно. То есть, ну, грубо говоря, Юдашкин продумал все, да, мелочей, но вот я ошиблась с размером. Это туфельки, очень красивые, очень классные. Да, посмотрите, пожалуйста. Да, все, в принципе, проклеено качественно. Вот я специально свет даже, да, направила. А тут логотипчик. Юдашкин и Фаберлик, да, что это совместно. В комплектах во всех идут запасные набойки, что очень удобно. Они приходят в таком мешочке, не в коробочке. Вот, подошва, видите, такая ровная, гладкая. Ну, все хорошо, все здорово, вот прям. И по качеству, вот, я не могу придраться и сказать, что там качество или еще что-то плохое. Единственное, что, по-моему, надо заказывать на размер меньше, как я считаю, потому что при ходьбе они на мне как шлепки. Вот, ну, и следующее. Очень мне понравились такие вот ботильончики. На ножке сидят хорошо. Тоже, кстати, 38 размер, но они мне ни капельки, ни великие. Вот так вот мы выбираем. Очень хорошо, что вы можете в течение 21 дня вернуть. Да, давайте я их вам... в течение 21 дня. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот.